Добрый день, хорошей всем печати в новом году. Мы на этой неделе между Рошашана и Юмкипур читаем главу Воелых. Глава Воелых читается не каждый год отдельно, часто она совпадает и читается дуплетом с Ницавим, Ницавим Воелых. И у Ницавим, у нее есть, собственно, прописанная галахой привязка к Рошашана, к новолетию. Это и пишет Рамбам в законах молитвы 13.2 и в Шуханарухе в Рахаим 428 параграфе. Говорится о том, что глава Ницавим всегда читается перед Рошашана. Иногда с Воелых, иногда без нее, это непринципиально, но она читается обязательно в Рошашана. Когда же Воелых читается отдельно, а я хочу напомнить, что эти главы читаются часто вместе, как и многие другие двойные главы, по той причине, что они должны соответствовать определенному укладу в годовой цикл. И вот, скажем, в нашем году, в високосном году, недель больше. И поэтому до Симхаттары мы успеваем прочесть их и по отдельности тоже Ницавим-Ваелых. Но нетрудно догадаться, что если Ницавим всегда перед Рошашана, то Воелых, если она читается отдельно, она всегда читается перед Йом-Кипуром. И точно так же, как глава Ницавим, очевидно, привязана каким-то образом по своему содержанию к Рошашана, а также глава Воелых особо связана с праздником Йом-Кипур. Давайте сначала попытаемся разобраться с идеями этих двух праздников, которые, в общем, друг от друга мало отличаются. У них есть некий общий знаменатель. Не зря в русском языке принято называть Йом-Кипур судным днем, хотя это не разбериха, судный день, это Йом-ад-дин, это Рошашана, но тем не менее понятно, что это такие праздники неразрывно связанные друг с другом. Чем же они особо связаны? Тем, что и Рошашана, и Йом-Кипур посвящены, в общем, одной и той же идее. Рошашана, как мы помним, привязана к созданию человека. Это день создания человека с точки зрения еврейской традиции. 25-го лула Господь начал создавать мир, а 1-го Тишрея на 6-й день создал человека. И этот 6-й день, Рошашана. Почему он создал человека? Это такой важнейший вопрос, можно сказать, мировоззренческий в еврейской философии. Зачем Богу человек? Зачем человеку Бог? Это вопрос уже вторичный, а главное, зачем Богу был нужен человек? И особо этот вопрос возникает по отношению к первому человеку. То есть, если дальше можно сказать, что человек нужен за что-то, то есть человек каким-то образом заработал на то, чтобы Господь осуществлял его, то в том, что касается первого человека, его еще не было. Почему Всевышнему его захотелось создать? Очень вульгаризируя и сокращая долгий путь этого рассуждения, можно сразу сформулировать вывод. Вот так захотелось Всевышнему первый раз, захотелось ему, пробудилось его желание, чтобы был у него такой подданный, были подданные, которые будут ему подчиняться. Но это сработало только первый раз. Это то, что называется в Кабале, в хасидизме, самостоятельное, высшее пробуждение. То есть пробуждение этого желания Бога, чтобы мир существовал, оно возникло у него вот так вот, а захотелось просто. Дальше же, каждый год буквально, оно уже так не срабатывает. Роша-шана – это время напоминания о том, что Богу, в общем, стоит этот мир продолжать создавать, продолжать осуществлять его жизненность и так далее, давать ему жизненность. И поэтому Роша-шана и Емки-пур, по большой мере, это день, которые сосредоточены, дни, которые сосредоточены на одной и той же теме, пробуждение в Боге желания, чтобы был человек. Чтобы это желание было направлено на то, чтобы человек существовал. И, соответственно, Новый год, как мы назвали бы в нашей традиции, в нашем понимании, в традиционном еврейском понимании, это время, когда записывается и скрепляется идея того, что миру быть. Мир будет продолжать существовать, он получает новые жизненные силы. Но это два дня, все-таки они разные. И это вот как раз решается с нашими пожеланиями, которыми я сегодня начал наш разговор. В Роша-шана мы желаем друг другу хорошей записи. То есть, когда на Новый год этот приговор выписывается, это день суда. А в Емки-пур мы желаем хорошей подписи, хорошей печати. Можно так перевести тоже. Но так или иначе, утверждение этого приговора. То есть, получается, что именно второй праздник Емки-пура – это кульминация, это завершение процесса, который был начат ранее. Давайте по этому поводу почитаем Талмуд. Что пишет Талмуд? В трактате Роша-шана, вавилонского Талмуда, так и говорится. Спрашивает Гемара. Кто тот мудрец, который, с чьим мнением соотносится это Мишнам? Это нам не принципиально. Важно, что они учат. Все в мире судят в Роша-шана, а приговор утверждается в Йомки-пур. Слова Раби Мейра. Раби Иуда говорит, все в мире судят в Роша-шана, а приговор утверждается каждому в его срок, то есть всему его срок. В Песах решается урожай злаков, в Шавуот урожай древесных плодов, в празднице Кот-Сукот о воде. Человека же судят в Роша-шана, а утверждается его приговор в Йомки-пур. То есть, то, что касается человека, оба этих учителя, Раби Иуда и Раби Мейр согласны, что в Роша-шана проходит суд над человеком, а в Йомки-пур утверждается его приговор, то есть скрепляется подписью или печатью, уж как хотите. Раби Йоси говорит, человека судят каждый день. Как сказано, вспоминаю, что его по утрам. Раби Натан говорит, человека судят постоянно. Как сказано, каждое мгновение ты испытываешь его. Это уже переход на другую тему, на тему вопроса, а, собственно, зачем тогда, если в Роша-шана и в Йомки-пур все решается, зачем человеку молиться каждый день. И вот дальше, опять-таки, весьма остроумным решением приходит к выводу, что то, что происходит в Роша-шана и в Йомки-пур решается. Решается, так сказать, судьба человека на весь год. А дальше каждый человек это решение каждый день осуществляет. То есть он либо получает то, что ему выписано, либо не заработал, не получает. Ну и меньше, касающийся нашей сегодняшней темы, на 16-й странице, втором листе Роша-шана, сказал Раби Крузпеда и со слов Раби Йоханана, три книги открываются в Роша-шана. Одна книга законченных злодеев, вторая книга совершенных праведников, а третья книга обычных людей. Совершенным праведникам тотчас же пишется и запечатывается приговор к жизни, законченным злодеям тотчас же пишется и запечатывается приговор к смерти. А обычным людям приговор отсрочивается от Роша-шана до Йом-ки-пура. Заслужен, заслужит, будет записан им приговор к жизни, не заслужит, будет написан им приговор к смерти. То есть Йом-ки-пур в этом смысле для средних людей, для обычных людей, то есть для подавляющего большинства, это, можно сказать, день окончательной апелляции. Этот приговор осуществляется. Вот такие у них разные функции у этих двух дней с точки зрения еврейской традиции. И в своей книге Ликута и Тора, в собрании рассуждений по недельным главам, рабишнеурзалман, изляд, алт-ребе, объясняет связь между главой Ницавим и праздником Роша-шана таким образом. Как сказано ранее, Роша-шана – это день, когда Бог простирает свою царственную власть и владычество над людьми, над народом Израиля. И это имеет силу, когда все объединены, как если бы все не были один человек. Что значит распространять свою власть? Над кем? Над каждым в одиннадцать человеком или над всеми вместе? А вот как? Эти люди должны быть объединенным организмом. То есть людям важно быть единым целым. И в этом смысле вот эта сущность Роша-шана, она очевидным образом бьется с главой Ницавим, которая, собственно, так открывается. Вы стоите сегодня все перед Богом, все перед Богом, всесильным вашим, главы колен ваших, старейшины ваших, от дровосека твоего до черпающего воду для тебя. Это Дворим 29.9.10. Это свидетельство, что, казалось бы, где там главы колен, на каком они находятся уровне, на каком уровне дровосеки и водовозы. Несмотря на это, вот вы стоите все сегодня, то есть масса, народ, со всеми своими градациями, вы стоите в качестве единого организма. И это объединяет таким образом Роша-шана, которая должна заработать над единым народом приговор и главой Ницавим. То есть, в том, что касается прошлой недели, все совершенно очевидно. В том, что касается праздника Роша-шана, его идея – это единственное, несмотря на различие. Глава Ницавим – это единственное, несмотря на различие. Наша связь найдена и безупречна. Однако эта идея, она, вот этого единства, она центральна и в главе военных, главе на нашу недельную главу. Поэтому она вполне может читаться вместе с Ницавим. Потому что у нее тоже эта идея главная. Собственно, с чего начинается наша глава? Мы читали, с чего начинается Ницавим. Наша глава начинается с таких слов. Пошел Маше и говорил эти слова всему Израилю. Важно, что он обращался ко всему народу. Тоже речь идет о единстве. И кончается эта глава. Мы читали первый стих. Характерно, заканчивается эта глава теми же словами. Маше обращается ко всему собранию Израиля. То есть, вот тут вот это единство народа, оно явно хребтовое. Оно явно представляет из себя хребет этого обращения. Но если обратиться не к самим стихам Торы, а к заповеди, которые содержатся в этой главе, то все становится еще более выпуклым. Дело в том, что в этой главе содержащиеся заповеди, они ровно про это. Это собирание народа, так называемый, ваяггел, собрание народа. Аггел. А вообще Аггел, да, вы знаете наверняка слово Кагал. Кагал по-еврейски. Так называлась административная единица Российской империи и еврейской общины, которая представляла еврейский народ перед государством, перед польским государством сначала. Кагал. Кагал. Вот это самое слово Аггел. Собери. Собери народ. Вот это одна из заповедей этой главы. А вторая заповедь, это заповедь о написании свитка Торы. Значит, то, что касается Аггел, это 31.12. В наших книгах 387 страница. А так дворим 31.12. Собери народ. Мужчин, женщин и детей. И переселенцам, которые в твоих воротах. Чтобы они слушали и чтобы учились и боялись Господа вашего Бога. И старались исполнять все слова этого учения. И так далее. То есть, опять-таки, речь идет о собрании. То есть, о неком общинном устройстве. Не об индивидууме. Не индивидуальная религия. А именно общенародная. Кстати, у нас начался год. Это заповедь о Аггел. Она, как мы прочитаем в предыдущем стихе. Даже в двух предыдущих стихах. «И повелел им Маше, им Маше говоря, по истечении семи лет, в год отпущения, в праздник Суккот, когда весь Израиль придет, чтобы предстать пред Господом твоим Богом, на месте, которое он изберет». То есть, это вот в этом году. Сразу после седьмого года. После года Шмиты. То есть, вот это описание, кого собирать, оно таким образом лишает народа индивидуальных черт. Они перестают быть каждым по отдельности, а становятся неким единым целым. Аггелом, кагалом. Представляет из себя совершенно новую общность. Не просто единицы, а Аггел, кагал, единое целое. И написание свитка Торы в этом смысле, с точки зрения еврейской традиции, тоже представляет из себя символ этого единства. Потому что уровень понимания Торы, как мы понимаем, у каждого отличается. Эти отличия весьма серьезны. Но тем не менее, в том, что касается отношения к письменной Торе, они все абсолютно равны. То есть, только что мы с вами увидели, что Гаазину, то есть, простите, Ницавим и Воелых, предыдущая глава Торы, и эта глава Торы, которая, в общем, единая глава, часто, в этом году считается отдельно, но часто единая глава, говорят, в общем, об одном и том же, о единстве. Но нам важно понять, а в чем же они отличаются, это единство. Как мы уже раньше сказали, Рошашана и Юмкипур, в общем, представляют из себя единое целое. Они оба посвящены тому, чтобы пробудить желание Всевышнего, выделить божественную энергию, жизненность для своего народа, для человека. Начинается это в Рошашана, проходит через 10 дней раскаяния, то есть, 10 дней между Рошашана и Юмкипур, и завершается в Юмкипур. И вот эта разница между Рошашана и Юмкипур, возможно, даст нам понять, какое есть различие между разными формами единства. Той формой единства, которая представлена в главе Ницавим, и той формой единства, которая представлена в главе Воелых. Мы уже сказали с самого начала, Рошашана – это желание править. И главный образ Рошашана – это царь. Мы называем Бога царем, мы его воцаряем. Рошашана – это день коронации, раскрытия божественной царственности в мире. И в этом смысле Рошашана – это сверхъестественный исток. Божественная царственность как таковая. А Юмкипур – это не просто существование божественной царственности, а приход ее в этот мир, когда эта божественная царственность раскрывается в миру. И хотя эти оба этапа предполагают, что для их реализации сущностно необходимое единство народу, это вообще такой еврейский подход, матрица, своим поведением здесь ты вызываешь небесную реакцию. Ты щедр, Бог тебе щедр. Ты милостив, Бог тебе милостив. Ты скрупулезен по отношению к другим людям. Бог тебе скрупулезен. И так далее. То есть такая вполне понятная схема. Так вот, объединение, единство, мир между людьми – это главное, чем человек может вызвать в эти дни между Рошашана и Мкипур. Может вызвать главное, что только может захотеть человек, человечество в целом – привлечение божественной энергии, привлечение божественного благословения. То есть единство. Вот главный смысл этого. Однако различия, о которых мы говорили, они относятся и к тому, какого рода разное единство требуется в эти дни. Единство, которое символизирует Сырошашана, это изначально единство свыше. Вот все мы дети одного Бога, поэтому от Бога это наше единство. То есть это единство свыше, от Отца. Что касается Йом-Кипура, то это единство, которое существует уже в нашем мире. Не небесное единство, а земное единство. Поэтому в Йом-Кипур это единство выражается и в поведении абсолютно одинаковом. И физическом, и духовном. Все иудеи в этот день одинаково должны соблюдать пять запретов Йом-Кипура. Мы знаем запрет на еду, запрет питья и так далее. Различие может быть между тем, как совершает доброе дело праведник, и как совершает доброе дело обычный человек. В запретах, как ты не делаешь что-то, различий не существует. Вот в этом и заключается различие между Ницовим и Воелых, между этими недельными главами. При том, что оба раздела обращены к теме единства людей, Ницовим говорит о единстве разных людей. Людей, стоящих на разном уровне. Тогда как единство, о котором говорится Воелых, оно такое, что никакого различия между этими людьми нет. В общем, когда мы рассуждаем о том, в чем тонкость отличия Йом-Кипура и Рошашана, мы, если мы находимся в рамках этого дискурса, потому что обычно людям кажется, что Йом-Кипур это такой, то есть люди, если они находятся внутри еврейской традиции, им кажется, что Йом-Кипур это такой очень строгий, значит, грустный день. То есть, если нельзя пить и есть, значит, это пост. Пост это грустно. Рошашана, в свою очередь, это Новый год, значит, какой-то веселый праздник. И поэтому человека, который окунается в еврейскую традицию, ждет удивление, потрясение. Он видит нечто совершенно другое. Он видит, что Рошашана – это на самом деле праздник, имеющий мало общего с тем, как мы себе представляем Новый год обычно в европейской традиции. Это не в центре его не застолье с шампанским, например, и с тостами, а в центре его шафар, в центре его трубления в шафар. Что такое трубление в шафар? Трубление в шафар символизирует, опять-таки, нивелирование особенностей, которые есть у человека. То есть человек, будь он мудрец величайший, или самый простой человек может добиться божественного благословения только на таком, в том, что касается Рошашаны, только на таком утробном уровне. Не зря звук шафара сравнивают с плачем. Это плач, это стон, то, что не оформилось в слова. Говорим мы все по-разному. Кто-то наделен ораторским даром, кто-то не может свои слова собрать вместе, как говорил Жванецкий. Слова он знает, собрать вместе не может. Но в том, что касается стона, в том, что касается рыдания, в общем, если это не театральный стон, не театральное рыдание, мы все одинаковы. Это как ребенок, который не умеет иначе. Вот он плачет, потому что это единственный способ выразить его самые, что ни на есть, глубинные чувства. И вот эта глубина чувства, оно над, она, это чувство, оно и его глубина, находится над интеллектуальным различием. То есть, этот уровень взывания к Богу, он не столько даже про единство, сколько про то, что на каком-то уровне мы все одинаковые. Да, у нас есть очень много напускного, во всех смыслах этого слова, и приобретенного, и так далее. Но, тем не менее, есть в человеке какая-то глубинная человеческая сущность, которая у всех примерно одинаковая. Вот пробудить в себе эту сущность, это Роша Шана. И назвать это радостью, в таком общепринятом смысле слова, очень сложно. Это действительно глубокое духовное наслаждение, и так далее. Но это не радость. Это не самый радостный праздник года. А Йом-Кипур, в свою очередь, который лишен еды, питья, он, может быть, и не радостен, но, конечно, он самый возвышенный праздник. Это вознесение души. И это вознесение, оно, несомненно, квинтэссенция духовного наслаждения. Вот это духовное наслаждение в Йом-Кипур, пожалуй, несравнимо ни с каким другим днем года. То, как люди проводят этот день, это не плачь и не слезы, в первую очередь. Это вознесенность, это полет души. Это такой полет души, который несовместим с физическими радостями этого мира. Он настолько выше всего мирского наслаждения, что он несовместим с питьем, едой и так далее. С тем, что мы представляем себе как удовольствие, как наслаждение. Но не потому, что нельзя получать удовольствие, а потому, что это удовольствие нивелировано перед истинным наслаждением. Перед тем наслаждением, которое дарует вот это ощущение кипура, ощущение искупления, возвращения к Богу. И в этом, когда мы убираем все физические рамки, когда мы убираем, вот, например, один из запретов Йом-ки-пура это носить кожаную обувь. Почему нельзя носить кожаную обувь? В чем именно кожаная обувь провинилась? Это роскошь. В старые времена кожаная обувь это обувь роскошествующая. То есть, если в 9 ава мы не надеваем кожаную обувь, потому что мы скорбим, то в Йом-ки-пур мы не надеваем совершенно по другой причине. Потому что эта духовная радость не имеет ничего общего с физическим наслаждением. И Йом-ки-пур у всех в этом смысле примерно одинаковый. Нет богатых и бедных, нет тех, кто может себе позволить радоваться больше, тех, кто может себе позволить радоваться меньше. И в завершение нашего сегодня недолгого разговора, потому что время это очень ценное в канун Йом-ки-пура. Я хочу только вспомнить об этом наслаждении, духовном наслаждении. Рассказ, который я когда-то переводил, рассказ Шолм-Малейхам, который не входил в советские Касриловские рассказы по понятной причине. Потому что вот он, на мой взгляд, отражает эту идею лучше всего и больше всего. Рассказывает она о Бесечковой синагоге, в которой на Йом-ки-пур собрались все местные прихожане. И вот они молятся. И Хазан, ведущий молитву, находится в особом состоянии, в абсолютном слиянии с Богом. И чувствуется к Йом-ки-пур и так далее. И вот на последних этапах этого праздника, во время молитвы, Хазан падает. Падает, как потом выясняется, замертво. Рассказ называется «Ему можно только позавидовать». И то, о чем дальше произошло. Как все местечко завидовало такой прекрасной смерти. Это, конечно, не гимн смерти. Это гимн жизни. Гимн вечной жизни, жизни духа, а не жизни тела. Поэтому, когда мы соберемся в эти дни в синагоге на Йом-ки-пур, важно понимать, что действительно хорошо бы, чтобы вы были в той синагоге, в которой очень хороший кантор, в которой все очень красиво и замечательно. Но не в этом суть Йом-ки-пура. Суть Йом-ки-пура это не то, что доставляет наслаждение вокруг, а то наслаждение, то истинное удовольствие, которое ты можешь вытащить из себя. И вот в этом мы все абсолютно едины. То есть, кто-то может себе позволить какая-то богатая община арендовать, взять на контракт какого-то очень замечательного певца. Кто-то не может. Но в этой квинтэссенции, в том, что происходит с человеческим я в этот день, у них у всех происходит, должно происходить и может происходить абсолютно одинаковые процессы. Я желаю всем нам, всем вам настоящего искупления, настоящего поднятия над всем мирским, над всем материальным. И дай Бог, чтобы мы были вписаны, запечатаны, подписаны действительно в замечательный год в материальном и в духовном. Год, в котором людей не будут разрывать надуманные противоречия, надуманные конфликты, которые ведут всегда к ненадуманным, а самым настоящим войнам. Шана Тава, хорошего года, всем вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!